Здарова всем ребят! Раз уж монетизацию на ютубе отключили, дайте хоть сам себя порекламирую. В общем, на нашем сайте с футболками, ссылочку найдете в описании, появилась куча различных дополнительных коллекций. Можете полистать, посмотреть. Вот, например, коллекция свитер с оленями, так называемый. Ну, тут можно, разумеется, и на свитере все это печатать. Вот тут внизу, например, мужской свитшот выбираете, да, грубо говоря. Вот так это выглядит. Ну, и принты, понятные только танкистам. Какие-то квадратики, да, но мы с вами знаем, что это арта, которая топится. В общем, посмотрите, различные виды ткани, размеры аж до 60-го и доставка в любую точку планеты, насколько я знаю. Ну, может быть, сейчас какие-то еще проблемы с этим и будут. Поэтому, ребят, заходите, посмотрите, выбирайте, может быть, какие-то принты понравятся. Здесь все от танкистов для танкистов. Есть даже еще старые коллекции из Битвы Блогеров. Ну, и различные прикольные вещи. Кружки, кстати, тоже есть. Ну, а теперь идем дальше. Здарова всем, ребят! Перед вами КПТ-шка, которая называется ШПТК ТВП-100. Это премиумный танк 8-го уровня. И в данный момент он активно тестируется на супертесте. Супертестеры всех мастей и бордовые по статистике, и бирюзовые и так далее. В общем, меня закидали этой ПТ-хой на почту. И сейчас я хочу вам рассказать о том, что я думаю по поводу вот этого вот всего. Расскажу вам про характеристики этой ПТ-шки. На фоне будет три боя. Ну, начнем мы с такого классического боя ПТ-вода. Стоит за камушком, выезжает, делает выстрел. Прежде чем дальше, ребят, рассказывать, хотелось бы сделать маленькую ремарочку. Значит, как я и сказал, на ютубе уже отключена монетизация. Я вам еще неделю назад говорил, что ютубу это невыгодно. Он дает нагрузку на свои серваки, но не зарабатывает. И я сейчас вижу, что ютуб пытается, чтобы его заблокировали. Он заблокировал у себя все СМИ Российской Федерации, все их каналы. Сегодня еще заблокировал канал Спас. Я так понимаю, это религиозный какой-то канал. Вот. Роскомнадзор уже сказал ютубу, мол, что ты творишь, разблокируй. Вообще, ну, духовенство-то зачем трогать? В общем-то, ощущение, что ютуб хочет получить бан. И если бы, например, ютуб сам перестал действовать на территории Российской Федерации, у нас был бы, у граждан Российской Федерации, разумеется, у тех, кто здесь смотрит, это все шанс, что когда и если это все закончится, что ютуб снова разблокирует. Но вот если заблокирует Роскомнадзор, я думаю, там уже должно будет произойти чудо, что Роскомнадзор снял блокировку с ютуба. С другой стороны, есть у меня маленькая надежда, извините, что не по теме ролика, но надеюсь, что вы все равно поставите лайкос. Так, поддержки сейчас в это время мало, хоть от вас ее получить. Что ютуб очень сильно интегрирована в систему Гугла, и если банить ютуб, просто заодно можно снести пол интернета. Ну, поисковые системы и все остальные сервисы очень тоже жестко завязаны. Гугл достаточно большой спрут такой в мировой информационной сети. Ну, как вы видите, бой на фоне проходит очень динамично, поэтому я вам имею право рассказывать на отвлеченные темы. Но если все-таки забанят, ребят, ну, я не знаю, три вам предложения. Первый, ну, забить и расслабиться, заняться своими делами, там, может быть, семье побольше внимания уделить. Второй, если не хотите конкретно меня потерять, в описании будут ссылочки на мой стриминговый новый канал, на траве, на мою группу в Телеграме, где я вам расскажу, что где происходит. Вот, если сайт вдруг закроется, там же я вам расскажу, где скачивать моды, потому что с сайтом в данный момент проблема. Ну, короче, моды мы будем стараться пока что поддерживать, но, опять же, неизвестно, насколько у нас хватит ресурсов на все это дело, потому что сейчас их добывать, по сути, неоткуда. Ну, и последний вариант, начните уже изучать, что такое VPN, только не хватайте первой попавшейся в интернете ссылки на скачку, так называемого, VPN-а, большой шанс, что себе какой-нибудь вирусняк или майнер, или еще что-нибудь поставите. Лучше, если пользуетесь хромом, зайдите в магазин расширений хрома, если не знаете, прям так и наберите, магазин расширений хрома, и скачайте себе расширение VPN, какое-нибудь самое популярное. Вот, имейте в виду, если все в него полезут, оно может начать медленно работать. Или сделайте, как я, например, вторым браузером можно поставить оперу, вот, в ней уже встроенный VPN есть, вот, чтобы, как говорится, у вас был чистый браузер привычный, как у меня хром, и браузер с VPN, где я не планирую никаких пород использовать и так далее, все-таки VPN это сервер-посредник. Ну, а мы начинаем видеть хоть какую-то активность в этом бою, а это значит, что настало время, ребят, мне вам рассказать кое-что интересное про эту ПТ. Правда, делать, ребят, мы это будем уже в другом бою. Итак, как вы видите, на этой ПТ-шке играет у нас человек с бирюзовой статистикой, кроме того, посмотрите на борту башни логотип легенды глобальной карты, то есть человек, скорее всего, стоит в одном из топовых кланов, ну и понимает, что делает. Давайте посмотрим, что он сможет на этой ПТ-хе в этом бою показать. Ходят слухи, что на Супертесте одни раки катают, но, как вы видите, есть здесь и сильные игроки. Короче, ПТ-ха, я не знаю, для чего ее сделали. ДПМ у нее очень высокий, у нее КД в районе 5 секунд, если быть точным, 5.75 без досылателя, без всего остального. Как вы видите, открытая рутка, скорее всего, сюда вентилятор поставить нельзя, но досыл поставить будет можно, потому что это обычная цикличная пушка. С отличным пробитием. На ББшках пробитие 270. К примеру, у ее альтернативной, да, ну, плюс-минус, похоже, по геймплею, ксорт, правда, он барабанный, пробитие там сейчас в районе 220-212, я точно уже не помню. Вот здесь 270. Конечно, для танка 8 уровня это неплохо, но как для ПТ-шки, который играет с десятками, конечно, это вот в районе нормально, не имбово. Кумыс, второй альтернативный снаряд, так называемый Галдовый, пробивает 330. Правда, ребят, стреляя кумысами, разоритесь, потому что альфа маленькая, 250 единиц, для ПТ-шки 8 уровня очень-очень мало. Короче, суммарный урон, где-то в минуту мы выдаем 2500 урона. Тот же самый ТС-5, где-то 2800 дает, а торт в стоке, ну, мини-тортик, Тортл МК-1, который британец, да, выдает в среднем где-то 3000 урона в стоке. Это на 8-м-то уровне, да. Но, будем честными, ребят, эти машины очень медлительные, в то время как ТВП-шка, ПТ-шка, ТВП-шка, ездит со скоростью 55 км в час, при этом по твердым и средним грунтам это ее нормальная скорость, то есть она не теряет скорость. На средних грунтах, многие другие ПТ, кстати, не развивают свою максималку на средних грунтах, а уж тем более на мягких. Это на мягких тоже чуть-чуть теряет скорость. И у нее занерфленное прохождение по средним и мягким грунтам, то есть она прям вязнет. Не знаю, может быть, потому что гусенички узкие. Но при этом почти 22 лошадиные силы на тонну делает ПТ-х очень быстро. То есть 55 летит вперед, 20 едет назад, и, наверное, за счет этого разработчики нам предлагают вытаскивать бои. Пробитие есть, сведение 1,25 секунды, даже улучшать не надо, да и точность 0,32. Позволяет нам эффективно играть как на дальних, так и на средних дистанциях. В ближний бой ее, конечно, лучше не вгонять. Брони здесь нет от слова совсем, 65 мм во лбу, разве что спасут от какого-нибудь фугаса, и то не всегда. То есть картоном прям я это назвать не могу. Ну как, против фугасов, да? То есть что-то какие-то редкие фугасы может отбить. Все-таки среднее пробитие фугасов как раз на районе 60. Это у танков 10 уровня. То есть я ее рассматриваю сразу как противодействие танков 10 уровня. Маскировка, кстати, на удивление слабенькая. То есть вот вам, пожалуйста, пример, да? Вражеская СТ-шка, стоящую ПТ за кустом, пересветила, и как только вот он начал движение, сразу видно, он лампочку выхватил, и все. Начинает жестко нахватывать урон, и сейчас, по сути, отправится в ангар, а мы пойдем смотреть следующий бой. Тут, кстати, у чела еще и реплей залагал. Короче, продолжаем про ПТ-ху разговор. Особенности, да? Точная. Скорострельная. С хорошим пробивным орудием. Быстрая. Обзор так себе. 370 метров. Я бы его раскачивал. Потому что, по сути, танк быстрый, может менять позиции, а на маневре увидеть противника, ну, это важно иметь такую информацию. Скорость вперед-назад хорошая. Углы склонения плохие. Сзади вообще 4 градуса. Видите, форма корпуса какая? Назад как бы приподнял. Ну, башня вперед смещена, из-за этого сзади башня слабо, орудие слабо опускается. Спереди 6 градусов. Всего на 2 градуса лучше. По бокам тоже 6. Им там ничего не мешает опускаться. Вот. Открытая рубка. Привет фугасам от арты. То есть, вот это вот все будет присвистывать. 1150 у нас хп. Это очень мало. То есть, ну, размениваться, играть вот в ближнем бою, как сейчас делает наш бирюзовый игрок, ну, наверное, не лучшая идея. Тем более, что я видел, как вот там вот дерево упало. Ну, и в целом это никак не сыграло на его судьбе. Ладно, идем смотреть следующий реплей. К слову, ребят, все авторы всех трех реплеев, что вы сейчас видите, получают от меня по 1000 голды. Я их записал, как только начисление будет произведено, сразу же игроки получатся. Это голды автоматически себе на аккаунт. И спасибо им, что когда слились, они не вышли из боя, а переключились вот на ПТшку. К слову о геймплее, да? Ну, вы видите, некоторые... Я ускорю с вашего позволения в 4 раза, потому что, ну, я вижу, что здесь ничего сейчас не ожидается. Каких-то активных действий. Вот. Ну, дай бог поедет все-таки в конце концов. Это, к слову, о геймплее. Либо это первые бои человека на этой ПТхе, и он еще не понимает, чего от нее ожидать, да? Либо он уже разочаровался в ее маскировке, хотя здесь номинально 15%. Ну, то есть в 2 раза до 30% можно раскачать. Плюс кустики. В целом неплохо можно отыгрывать. Вот. Либо не получается у игроков играть, но тут уже, знаете, дело третье. Видно, что после выстрела откатывается. Что касается моего мнения по поводу данного агрегата. Нет дыма без огня, да? Я еще не помню за все 11 лет игры, чтобы разработчики вводили прем, а потом к этому прему не появлялась новая ветка. Соответственно, я уже в своих видосах говорил, что я за боевой пропуск планирую брать чертежи чехов. То есть, ну, это я планирую. Вам не навязываю, потому что никакой, к сожалению, сейчас официальной информации о том, какие планы у разработчиков на 22-й год, нету. Вот. Я лишь предполагаю, что, скорее всего, есть шанс увидеть у нас чешскую ветку ПТ-шек в этом году. Но, опять же, третий месяц года подходит к концу, да? А ни одной прокачиваемой машины мы еще на тесте так и не увидели. Что, как бы, ну, является противовесом моим позитивным ожиданиям. То есть, может быть, в этом году эта ветка не появится. К слову, машина так активно тестируется, как будто ее на майский марафон планируют выкатить вот в качестве награды. К слову, сам майский марафон, опять же, по некоторым предположениям, может быть в рамках боевого пропуска. Как раз-таки та четвертая ветка вполне себе подходит. Фармишь очки, да? Что в боевом пропуске, что здесь. И эти очки потом конвертируешь в награду боевого пропуска. Ну, и тот же самый марафон, по сути. Зачем устраивать отдельные марафоны, да? Мы уже давно хотели замену привычным марафонам, и вот сейчас вполне себе это может случиться. А чешская ПТ-шка вполне себе может быть наградой первой за новую, за новый подход к так называемым марафонам. Ну, напишите, кстати, в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Ну, а я, наверное, буду заканчивать. Мое мнение по ПТ-шке, ну, не будет она популярной, на мой взгляд. Хоть и пробитие есть, но у нас большинство игроков любят играть от альфы. А 250 маловато. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok